Тем временем в Центре отдыха детей «Сосновый Бор» завершился летний сезон. Там прошло закрытие последней профильной смены «Я инженер». Традиционный конкурс среди школьников, студентов и работающих специалистов в этом году прошел на территории всего Дальневосточного федерального округа. Победители первого этапа среди учащихся 8-10 классов защитили свои проекты. Подробности далее. Закончилась четвертая смена, а следовательно и весь летний сезон. Профильная смена «Я инженер» собрала из разных уголков республики, творческих ребят, у которых кипит техническая мысль. Ученик 8-го класса Намской устной гимназии Эверстов Никита создал лабораторный блок питания, который построен на маломощных транзисторах, регулирующих мощность. К блоку можно подключить любой потребитель до 100 Вт. Здесь также имеется два USB-выхода и активное охлаждение. В будущем я хочу стать инженером-электриком. В течение 20 дней будущие инженеры пополнили копилку новых открытий и знаний. Ребята продемонстрировали инновационные проекты по строительной индустрии, инфраструктуре, медицинским аграрным технологиям, добыче полезных скопаемых. Все проекты созданы, чтобы разнообразить и упростить быт. Мы в нашей республике собираем ягоды, брусники. И каждый вечер я вижу, что моя бабушка чистит их. И это очень утомительно и очень долго. И я решил помочь бабушке. Победителем республиканского конкурса среди школьников «Я инженер» стал ученик 8 класса Намской улосной гимназии Эверстов Никита с проектом «Регулируемый блок питания». Отрадно, что с каждым годом все больше детей приобщается к научно-техническому творчеству. Этой осенью во дворце детства откроется первый детский технопарк «Кванториум», где дети будут обучаться по дополнительным программам инженерно-технической направленности с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения. Саргалана Федорова, Максим Ростовцев, НБК СССР, Якутск.